Не привезла. Так, Лена Сиповна, смотрите, я вам привезла полотенчики. Вам пригодятся в хозяйстве. Это вам теплая шалечка. Ой, боже мой, девочка. Это вам вот такие чунички теплые. Мась, спасибо вам, ребята. Смотрите, вот все, что мы... Это холодно здесь. Да, не так прохладно. Где-то градусов 13 и редко, как 14. На кухне вообще так много. Смотрите, я вам привезла много всего. И это мы все для вас собрали от нашего фонда. Фонда Андрея Лысенко «Быдобро». К нам присылают помощь со всей России. Да, его подписчики помогают людям. И Леночка писала у него в чате, что вам нужны лекарства. И я, пусть не списались, да, она показала все ваши выписки. Я вот вам целый пакетик, да. А, нет, да, да, да. Да, целый пакетик я вам... Три штуки сразу мне вкололи. Вот, я знаю, что у вас соседка врач. Да, да, да. Вот, держите. Это вам от фонда, от Андрея Лекарства. И все равно водная сеть даже хорошая. Ну, конечно, все там хорошее. Так, тут тоже мы вам и гигиену привезли. Да, тут началочка. А я вам сейчас еще подарю, знаете, что? Подарю вот эти два кусочка мыла. Знаете, откуда оно приехало? Откуда? Из города Пермь. Боже мой. Да, вот там есть железнодорожное депо. И вот Алексей прислал нам посылки с мылом. И передает вам мылка хозяйственная. Нет, это туалетная мылка. Просто, да, они там всем заводом, всем через 17 собирают. Вот, это зубная паста, свечечки пахучие. Это когда вам скучно станет, там подружки разбегутся, вы там, да, ароматы себе поставите. Нет, подумайте, я с ним хожу по щему, за подъем, зашу страшного. Так, мы вам немножко подкрепиться привезли. Поселок ваш Владимировка, правильно? Правильно, да. Вообще поселок большой. Возле Дома культуры стоял красивенный памятник Ворошилову. Но украсняли его. Ну, наши умники красиво написали даже. Ушел ДНР, скоро вернусь. Да вы что? Серьезно? А в каком году это было? В каком это году было? Это в каком-то, уже после 15-го. А, уже после 14-го, да? Да, да, было, когда начали памятник это сносить. Они не искали того, как написано. И долго оно было там написано. А потом уже кто-то, я не помню, кто даже, пришли сюда в клуб. Долго это у вас будет, девочки. Что вы не видите, можно забелить. Ну, как, указание пришло. Что, девчата забелели? Ага. А так ушел ДНР, скоро вернусь. А, мне так понравилось. Так, даже, я же говорю, в интернет кто-то скинул. А мы так проходим, аж хочется честь отдать. А при чем тут Ворошилову? Ну, это памятники истории. Ну, понятно. Что-то не хотите было лучше, что ли, Екатерина? Ну, это памятник истории. А когда это горе пришло в поселок? Вот это на горе как-то прошло. Ну, вот с вами когда это все произошло? До 14-15-й год вот это. А что произошло с вашим домом? Помните, вы рассказывали, у вас пожар был, был прилет? Ну, и в подвале были уже, когда бахали. Это уже были военные действия, да, у вас? Ну, и в подвале как раз были. Это восьмая квартира на втором этаже. А моя девятая на третьем этаже так на косую. У нас было там человек 70, наверное. Там двухлетний мальчик был в подвале даже. Ну, шо, дитя? Сытенький. Все, что было, мы отдавали, конечно, 9-й годами. Беременных там не было даже. И там такие комнатушечки, ну, полтора на полтора, наверное. И вот это в тех комнатушках заселялись в семье, можно сказать. Семья и ребенок, три человека. Есть и две такие комнатушки, он размером полтора на два. Там могло и больше быть. Стол стоял, детки там кушали. Мне как-то передачу передали с макеевки. Ну, как шо, я ее буду сама кушать. Я раскрылась, печень мне раздают оттуда с пакета. Так запомнила глаза ребенка. Ребенка взял печенюшки тебе и держит только, смотрит на него так. Потом глаза поднимает на маму с вопросом, кушать можно? Ну, кушай, кушай, бабушка тебе дала, кушай. Не забуду лазать. И как долго вы в подвале жили? Ой, долго. 15 оказалось вечностью. Короче, мы пока были у подвала, и в одно прекрасное время, а над подвалом это одна квартира, еще на втором этаже. И прямое попадание в восьмую квартиру. Люди мячутся, не знаю, где газ отключить. Порвала, пробили, да. А я еще голову забрала вверх, я видела, как движутся плиты. Это ужас был. И так тихо-тихо стало, когда это случилось. Такой звук был ужасный. И даже тут ребеночек замолчал. Мы не поняли, что случилось. А потом мужики выскочили. У кого мобилка с собой? Я говорю, у меня с собой. Давайте вызывать МЧС, давайте пожарный вызывать газовый. Никто не отвечает. Никто. Это тогда пожар случился. И стали мужики бегать вокруг дома. Нашли все-таки с обратной стороны дома, на углу кран газовый. Перекрыли. Друг на друга остановились. Кран-то не снизу. Что, достаточно? Да, перекрыли все-таки газ. А она уже-то горела вовсю. Газов. А еще в этой квартире, еще восьмая квартира, еще парень в одной комнате, там трехкомнатная квартира была, но когда бахнуло уже, получилась одна комната. И они на только железке. Мы зашли, а то осталось. Вот это как арфа, вот это такое примерно. Короче, с трехкомнатной квартиры, ванна, туалет, все это, получилась одна комната. Я бегом в свою квартиру, на третий этаж. А вы над ними, получается? А, на искосовке. На искосовке получилось. Двери нету. И я прилетела. Знаю, что паспорт трудовая, у меня в сумке, сумка еще даже внутри. Я сумку ухватила, тогда стой. У меня же деньги. А возле окна в зале машинка шейная у меня стояла. Я же сюда, в первую дверь. И я другую дверь так открываю, и пламя. Квартира. Она у вас там горела, да? Она и деньги, и все. Она полной, как дало. И у меня и волосы загорелись, а вот здесь сбоку. Загорелись. И впереди. Она, видишь, там, короче, она лысая была. Там девочки. Челочка где? Да. Обрезали девчата мне потом. И я треск. Голосы ж мухой. Не зря же говорят стрижка вспышка. Мгновенно. Мгновенно. Я тут рукой так ухватила. А потом я не помню до сих пор, чем я голову накинула. Мы потушили. Я не помню до сих пор, что я на голову накинула. Молодцы. Сильно ожоги были. Голову обожгли? Саму кожу вот? Немного здесь с левой стороны было. Я, наверное, быстро что-то на голову накинула. Не успела, наверное. А на день я, Аля, собирала всю жизнь на черный день. Оно волной как-то дало, а так пламя сильно-сильно дало. Скажите, когда возможность появилась из поселка уехать? Потише уже стало, да? Приехали машины. Там у нас возле старой школы. Даже объявляли. На соседке даже девочка маленькая. Новорожден, можно даже сказать. Кушать нечего было дать ребенку. Мама вроде не кормила. И они где-то в Ленинграде, там, как они уже созвонились, а им передали с Ленинграда. Питание для ребенка. Как она рада была. Да, конечно. А машины эти, загружались, а, короче, было 12 машин. Ну, я в одну всего, конечно. Куда едут? Зачем? Какой дорогой едут? Я знаю, что в Донецке, если в Донецке ехать, я знаю, что по трассе мы должны ехать. Короче, я не знаю, сколько часов это длилось, а что мы какими-то посадками ехали. Ну, видно, нельзя было. Незабазными, наверное. Выходили раз в семь, наверное, выходили солдатики. Еще ребята им воду давали. Наверное, нет. Ну, а вам же сказали, куда везут же, да? Ну, там нет, ничего не знал. Нет? Еду, да, все, нам лишь без поселка удрать, потому что бабахает. Ну, а квартира там живая? Ну, присматривает кто-то. Никто. Соседу-то говорит, я зашел. Сижу, что были гостики, говорят. Угу. А, это так. Он взял дверь, там, поднял с подъезда дверь мою. А на дверь там у меня, она была межкомнатная. Возле и каждый день она откроется. Ну, и все-то, да. Ну, а вообще сейчас реально туда вернулись. Забил вольнями и две доски, говорит, это самое. Ну, ты зайти можно, запросто зайти. Конечно, все. Там уже сейчас не стреляют? Ой, каждый день. Стреляют? Это еще фронтовой район, да? Утром, вечером. Вадимировка, это ж подвал Наваха. А, это... Это куда мы с тобой едем? Маринка, Увлидар, вот это оттуда колбасит. Ну, а там вообще много людей живет в поселке? Мало. Мало? Мало осталось. Когда я была феномехаником, я ездила в Мариуполь планировать фильмы. И обязательно должна была ввести бумагу количество жителей. И у нас тогда было с командировочными 12 тысяч. Сейчас, если тысяча там есть... О, нет, наверное, нету. Да и то нету, да. Кое-кто на лета вернулись, да. Кое-кто. Ну, вот одна вернулась, а женщина с сыном. На той неделе это было. Он вышел мусор вынести утром. Собирали куски. Ужас. Прилетело или подорвался на чем? Нет, прилетело. Прилетело. И у нее один тоже сын. У меня какая красота. Я вам пришлю в телеграм-канале. О-о-о. Да, я вам пришлю видео с вами, да. Помолодела. Ну, смотри, какая красотка. Здесь даже волной так. Да. А то все хвостики, хвостики. Как слышишь? Ну, как-то, ну. Ну, вот так и затылочек красивый. Я теперь могу покрыть и сидя спать. Тут сзади вам прям затылочек сниму. А на видео посмотрите. Смотрите. Ну, красотка прям. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.